И в данном ролике хотелось бы с вами провести учебный тест по аварийному радиобою ЭПИРП, который применяется на морском судне. Учебный тест будет заключаться в том, что я буду задавать вам вопросы, вы будете на них сами отвечать. Когда вы будете отвечать, вы будете думать, просто вспоминать все, что вы знаете. И потом вы будете получать правильные ответы от меня с разъяснением. И так вы лучше ее освоите и узнаете, и все будете знать про аварийный радиобою ЭПИРП. Или будете лучше знать про него. Перед тем, как начинать изучать аварийный радиобою ЭПИРП, давайте вспомним, какое... Назовите вопрос, назовите GMDSS или ГМССБ радиооборудование морского судна, которое есть. Смотрим на экран и видим ответы. Первое, что мы видим, аварийные переносные уковы радиостанции. Второе, мы видим стационарные УКВ радиостанции от 16 канал и 70, ЦИОВСКИ канал. Третье, нижнее, мы видим стационарные ПВ-КВ радиостанции. Потом вниз идем вправо. Четвертое, видим спутниковую станцию Морсат-Си. Дальше видим пятероспутниковую станцию от Морсат-Флит. Седьмое, мы видим САРТ. Радиолокационный ответчик. Радиолокационный ответчик. И восьмое, мы видим аварийный радиобой ЭПИР. Девятый, приемник нафтекст. Ну и пятое, у нас вот справа в углу, это рабочие переносные уковы радиостанции. Пятая позиция, рабочие переносные уковы радиостанции. Итак, начинаем изучать аварийный радиобой. Аварийный радиобой Каспас-Сарсат относится к оборудованию МССБ, или Глобальная морская система связи при бедствии для обеспечения безопасности, или ДНДСЛ, Новый Моритарный Дистрис НСФТ-Систем на морском суде. Глобальная морская система связи при бедствии для обеспечения безопасности. АРБ спутниковой системы связи Каспас-Сарсат, то есть система, которая обеспечивает работу типов боевых. Каспас это космическая система поиска аварийных судов, а Сарсат, Сич and Rescue Satellite Outtaking, расшифровывается. Начинаем. Первый вопрос. С помощью чего АРБ спутниковой системы связи Каспас-Сарсат обеспечивает передачу сообщений на бедствия? С помощью чего АРБ спутниковой системы Каспас-Сарсат обеспечивает передачу сообщений о бедствии? Второе. Для какого района плавания приводен ЭПИРП, то есть АРБ? И третий вопрос. Что входит в формат сообщения ЭПИРП, АРБ? Четвертое. Как определяется местоположение радиового? Думаем ответы про себя, отвечаем или вслух? И пятое. Имеет ли ограничение зона действия системы Каспас-Сарсат? И получаем ответы в следующем слайде. Задумались над этими вопросами. Далее ответ. Так, ответ на первый вопрос. АРБ спутниковой системы связи Каспас-Сарсат обеспечивает передачу сообщений о бедствии через систему спутников на околополярных орбитах и работает в диапазоне 406 МГц. Ответ на второй вопрос. Данный радиобуй пригоден для судов любого района плавания? Третий вопрос. Ну, ответ на третий вопрос. В формат сообщения радиобуя входит индификационный номер, который прошивается в памяти радиобуя и указывается в формуляренной изделии. По этому номеру производится опознавание судна СКЦ, то есть Спасательно-Корринционный Центр. Ответ на четвертый вопрос. В АРБ не требуется ручной ввод координат судна, так как они определяются по величине доплеровского сдвига частоты сигнала радиобуя, принятого на спутнике. Или с помощью, есть встроенного GPS, есть типы буев, есть GPS или по доплеровской убии. Определяется. Пятый ответ на пятый вопрос. Зона действия системы КАСПАС-САРСАТ не имеет ограничений. Следующий вопрос. Что означает КАСПАС-САРСАТ? Думаю, ответ и отвечаю, пожалуйста. Второе. Что означает КАСПАС-САРСАТ? Третье. Что означает САРСАТ? Что означает САРСАТ? Четвертый вопрос. Для чего предназначен аварийный радиобуя в первом? И пятый вопрос. Для чего необходим инфекционный номер аварийного радиобуя в первом? Думаем и даем ответы на эти вопросы. И сейчас в следующем слайде получите ответ на них. И сверите свои знания. Так, ответ на первый вопрос. КАСПАС-САРСАТ. Это международная спутниковая поисково-спасательная система при аварийных ситуациях на морских судах. И оповещает о бедствии. И местоположение аварийного радиобуя. КАСПАС. Космическая система поиска аварийных судов. САРСАТ. Это СЕЧ-ЭНДРЕЙСКИУ САТЕЛЛАЙТ-ТРЕКИН. Ответ на третий вопрос. Аварийный радиобуя это устройство, которое служит для подачи сигнала бедствия в опасной для жизни ситуации. Предупреждает спасательные службы и помогает им найти людей, находящихся в бедственном положении. Ответ на четвертый вопрос. Индивлекционный номер. Ну, АРБ, понятно, да? АРБ, это уникальный код, зашифрованный на каждом аварийном радиобуе 406 МГц и передаваемый при активации АРБ. При регистрации аварийного радиобуя этот код должен быть включен в регистрационную форму, поскольку этот код связывает индивидуальный АРБ с базой данных и информацией о судне на берегу. То есть номер прошит, этот номер передается на берег, координаты определяются с помощью спутников. На берег тоже передаются. И на берегу есть данные о этом судне. Потом по инверсации объявляется поиск всем судам, найти это судно, где сработал будет данного судна. И ищется. Следующий вопрос. Какие возможности передачи позиции у GPS кодированных АРБ? То есть у нас есть БУИ, есть GPS кодированные и есть по доплеровскому сдвигу. Второе. Какие возможности у не-GPS кодированных радиобуе 400 МГц? Даем ответ. Третье. Назовите принцип доплеровского определения координат аварийного радиобуя. И сейчас получим ответы. Сверим свои ответы из СССР. Ответы, которые я дам вам. Итак, слушаем ответ. Проверяем свои знания. Ответ на первый вопрос. GPS кодированная АРБ имеет возможность получить точное положение от спутников глобального позиционирования. GPS. Эта позиция затем кодируется и отправляется через спутники КСП СССР спасательным службам. Таким образом, положение аварийного радиобуя идентифицируется, как только какой-либо из астребритальных или стационарных спутников обнаруживает его. Второе. Не-GPS кодированная АРБД, то есть безстроенный GPS 466 МГц, не имеет этой функции. И положение маяка определяется орбитальными спутниками, использующими эффект доплера. Чтобы определить сдвиг доплера для определения местоположения активного маяка. Ну, а радиомаяки 46 МГц с кодами GPS обычно дороже, чем без GPS кода. Ну и ответ на третий вопрос. Принцип доплеровского определения координат в режимах работы маяка следующий. Аварийный радиобуяк. Спутник, двигаясь по круговой полярной обиды, проходящий через полюса, оставляет на поверхности земли условную проекцию. Траектории своего движения. При обнаружении радиосигналов от аварийного буяк, бортовая аппаратура фиксирует характер изменения частоты, принимая его сигналы, вызванные скоростью движения относительно источника радиоизлучения. Во время приближения к источнику частота выше номинала. При удалении ниже номинала, момент перехода через среднее значение совпадает с моментом нахождения спутника над пересечением проекции его движения и перпендикуляра к источнику сигнала. Удаление точки пересечения до источника сигнала определяется по скорости изменения частоты. Чем больше удаление, тем больше скорость изменения частоты. Ниже и наоборот. Разрешение неоднозначности в определении направления вправо-влево происходит при учете дополнительного доплерского смещения за счет вращения земли. Таким образом спутник определяет местоположение радиомаяка, то есть радиобуя и фиксирует ее в своей бортовой памяти. Затем при проходе в зоне наземной станции слежения спутник сообщает координаты на землю. То есть передает координаты. Координаты вводить не надо, которые работают с помощью доплерского сбива. Там только номер прошит, этот номер передается и все. Координаты определяет спутник. Мы поняли как. Ну а с которые с встроенным GPS, то там понятно. Да, GPS, там уже координаты передаются просто. Следующий вопрос. Как происходит включение PIR в автоматическом режиме? Даем ответ. Сейчас ваш ответ проверим или сверим. Что необходимо сделать для ручного включения PIR? Думаем над вопросом. Размышляем. Сейчас получим ответ. Сами отвечаем. Просто получим ответа и сверим со своим. Каким способом можно отменить ложные поданные сигналы PIR? Ответ на первый вопрос. PIR – это Emergency Position Indicating Radio Backup. То есть это передатчик для подачи сигнала бедствия на море. Второй. Ответ на второй вопрос. Морской аварийный радиобуй хранится в двухстворчатом контейнере, закрепленном на одной из верхних палуб судна. Так что мы над ним ничего не было мешающего всплыть. В автоматическом режиме АРБ самостоятельно освобождается из держателя при уходе судна под воду, всплывает и начинает передавать сигналы бедствия. Для автоматического освобождения из держателя используется устройство, принцип действия которых аналогичен работе гидростатов, спасательных платонов. Буй, обладающий положительной плавучестью, всплывает на поверхность. Одновременно с этим вода, морская или пресная, замыкает два контакта в нижней части боя, в результате чего буй начинает передачу сигналов пирси. И ответ на третий вопрос. Для ручного включения АРБ при введении аварийного радио в действие надо выдернуть чеку, достать буй из контейнера и включить его с помощью влагозащищенного выключателя на верхней его части, после чего ее можно оставить на судне, либо взять спасательную шлюпку, либо бросить в воду. И ответ на четвертый вопрос. Не существует способа отмены посланного сигнала бедствия посредством аварийного радио буя. Выключение или пропадание сигнала не отменяет подлинный сигнал. То есть с помощью буя сам ничего не сделаешь. Отмену, если ложный вдруг сигнал нам послали, или можно произвести, отправив сообщение через моторский на береговую станцию и отменить ложный сигнал. Следующий вопрос. Какие способы и как местоположение аварийного радио буя могут быть определены? Какие способы и как местоположение аварийного радио буя может быть определены? Думаем ответ и даем. Сейчас сверим ваши ответы с правильными ответами. Второе. Какие режимы подачи и приема сигнала бедствия предусмотрены в аварийном радио буя? Какие режимы подачи и приема сигнала бедствия предусмотрены в аварийном радио буя? Думаем, даем ответ. Получаем ответы. Ответ на первый вопрос. После включения АРБ, то есть аварийный радио буя начинает передавать в эфир сигнал бедствия. Каждый радио буя программируется, в него уносится номер. В спутники принимают этот сигнал и передают его спасательный координационный центр СКЦ, который определяет координаты источника и организует спасательную операцию. Аварийные радио буи могут иметь также встроенные средства обработки сигналов, это GPS. Приводимые сигналы могут приниматься непосредственно надводными и воздушными судами, ведущими к поиску. И ответ на второй вопрос. АРБ отличается как по внешнему виду, так и по способу приведения устройства в действие. Вне зависимости от конструкции, любой АРБ предусматривает два режима подачи сигнал бедствия. Ручной и автоматический. Следующий вопрос. Для каких целей предназначен аварийный радио буи и ПИРП на морском сумме? Даем ответ. Сейчас его сверим. Слушаем ответ. Аварийный радио буи – это устройство, которое служит для подачи сигнала бедствия в опасной для жизни ситуации, предупреждает спасательные службы и помогает им найти людей, находящихся в бедственном положении. Следующий вопрос. В каких случаях используется ручной запуск аварийного радио буи? И третий вопрос. Для чего используется автономный источник питания АРБ? Аварийный радиобоевый первый, да? Итак, теряем свои ответы. Ответ на первый вопрос. Ручной запуск АРБ, аварийный радиобоевый, может потребоваться в случае, если судно не тонет, но ему нужна помощь. Пожар, посадка на миле и так далее. Ручное включение сводится к нескольким простейшим действиям, подающим питание на излучатель. Второй вопрос. Ответ на второй вопрос. В автоматическом режиме ЭПИРП самостоятельно освобождается из держателя при уходе судна под воду, всплывает и начинает передавать сигнал бедствия. Для автоматического освобождения с держателя используется устройство, принцип бедствия которых аналогичен, чем аналогичен работе гидростата на спасательных плотах. То есть гидростат перерезает и плот всплывает в крепление, да? Третий вопрос был, да? И на нем ответ. Сверяем со своим ответом. Для работы излучателя внутри герметического корпуса, АРБ, это имеется во время времени, находится автономный источник питания. Во включенном состоянии АРБ в верхней его части загорается сигнальная лампа, которая с одной стороны является показателем работы устройства, а с другой стороны облегчает спасателя визуальный поиск аварийного радиобоевого моря. Назовите следующий вопрос. Эксплуатационные требования к АРБ. Назовите, пожалуйста. И сейчас мы сверим ваши ответы с моими ответами. Вы сверите и лучше это все запомните, чем знали. Эксплуатационные требования к АРБ. АРБ должен, первое, иметь защиту от случайного включения. Следующее. Выдерживать погружение на глубину 10 метров в течение, по крайней мере, 5 минут. Автоматически включаться после всплытия. Иметь возможность ручного включения и выключения. Иметь индикацию излучения. Сохранять в воде устойчивую ориентацию при любых морских условиях. Выдерживать сбрасывание в воду с высоты 20 метров. Тестироваться без включения излучения. Иметь заметную желтую и оранжевую окраску. Иметь линь для привязки к спасательному средству. Иметь мигающий источник света для облегчения поиска. Не подвергаться воздействию морской воды и нефти. Длительно выдерживать солнечное облучение. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 55 градусов Цельсия. Аварийный радиобуй должен автоматически включаться после свободного всплытия. Устройство отделения АРБ или АПИР. Должно обеспечивать ее автоматическое отделение от тонущего суда. Механизм отделения должен срабатывать на глубине от 1,5 до 4 метров. При любой ориентации суда. Источник питания должен иметь достаточно уемкость для обеспечения нормальной работы АРБ в течение 48 часов. На наружной стороне корпуса АРБ Аварийный радиобуй АПИР указывается дата и сечения срока службы батареи. Ее следует контролировать для своевременной замены батареи. В данном ролике все. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. В данном ролике мы с вами просто изучили. Или проверили свои знания по АРБ. Вспомнили то что знали. Закрепили и получили еще раз эти знания. Для того чтобы их знать и отвечать. Если вы хотите увидеть как провести тест. Именно тест такой как на судне проводят. Проверка излучения его там и так далее. Есть видеоролик по тесту. Ссылка будет в описании. Пожалуйста посмотрите. Если вам необходимо. Также подписывайтесь пожалуйста на канал. Не только смотрите то что вы смотрите молодцы. Спасибо благодарен за просмотр. И за часы просмотра. Вы просто молодцы. Спасибо вам. Это поднимает канал. И его может посмотреть больше людей чем сейчас. Но надо еще подписаться. А еще если комментарий написать. Это вообще супер. Будет просмотров больше. И ролик будет больше видеть. Его будут люди. Но также ваши комментарии дадут оценку видео. Ваши комментарии это оценка. Я увижу. Ваши предложения. Ваши пожелания. Ваши идеи. Что лучше сделать. Что было еще лучше для вас. Интереснее для вас. Поэтому очень прошу вас. Пожалуйста. Хотелось бы обратной связи. То что я говорю. Мне кажется вроде бы как бы. Ну я считаю. Нормально. Ну а вдруг что-то где-то вы увидите. Что-то надо добавить. Что-то надо изменить. Что-то надо поправить. Скажите. Мы исправим. Сделаем так как вы хотите. И будет еще лучше. Всего вам доброго. До связи.